Минувшая зима для футбольной Мордовии была, возможно, самой тяжелой за всю историю. Впервые главный клуб республики одновременно сменил не только тренерский штаб, но и руководство, которому в кратчайшие сроки удалось вывести команду из пике и остановить падение в финансовую пропасть. Перед Маратом Мустафином была поставлена сложная задача. Мордовия готовилась на месяц меньше, чем конкуренты, потеряла двух лидеров атаки, при этом фактически никем не укрепилась. Четвертое место на Кубке ФНЛ дало легкий повод для оптимизма, но по-настоящему о перспективах нашей команды, взявшей курс на импортозамещение, можно было говорить лишь по результатам двух домашних матчей с Сибирью и нефтехимиком. Первый поединок под руководством Марата Феридевича подтвердил главное опасение болельщиков насчет атакующего потенциала команды. Хозяева так и не смогли всерьез потревожить оборону Сибири, тогда как Артем Леонов несколько раз выручил партнеров. Неудивительно, что хозяева восприняли нулевую ничью и едва ли не как достижение. Наверное, ничья закономерна. Таких стопроцентных с обеих сторон моментов я, наверное, не был. Поэтому ничья нам тоже в копилку. Думаю, будем готовиться к следующей игре. Традиционный фанатский заряд о том, что мы должны сегодня победить, в начале матча против нефтехимика прозвучал особенно актуально. Если дума не побеждать последнюю команду таблицы, то о каком вообще сохранении прописки в ФНЛ тогда можно говорить. Хозяева это прекрасно понимали и уже на 30-й секунде могли открыть счет. Алхазов выскочил один на один, но вратаря по фамилии Книга переиграть не смог. Затем свой шанс отличиться упустил Игнатович, которому позволили пробить головой с линии вратарской. Тем не менее, гол назревал и на 18-й минуте случился. Центральный защитник Алан Багаев с ростом 193 сантиметра постоянный гость чужой штрафной при подачах с угловой отметки. Но забить свой первый гол за Мордовию ему удалось только в этом матче. До перерыва мяч в воротах нефтехимика должен был побывать еще как минимум дважды. Сначала после дальнего выстрела Петрова на добивание чуть не успел Игнатович. Затем, после очередного углового, Алхазов с угла вратарской пробил выше незащищенного угла ворот. Артем Леонов большую часть первого тайма проскучал, но как только понадобилась его реакция, галкипер Мордовии оказался на чеку. А вот после перерыва инициативой завладели гости и едва не сравнялись с хозяевами по количеству опасных моментов. Тревога за итоговый результат исчезла только после финального свистка арбитра. Долгожданные победы болельщикам и руководству пришлось ждать с октября прошлого года. Последний раз Мордовия выигрывала в первенстве семь туров назад. С успехом команду в раздевалке поздравил и глава Республики Владимир Волков, пожелавший футболистам удачи и в дальнейших матчах. Пожелаю успеха. Давайте потихонечку убираться. Хотелось бы, конечно, всегда хочется больше, что и в двух домашних играх взять максимальное количество очков, но Сибири не получилось. Здесь, скажем так, взяли три очка. Тяжело, но у нас ситуация такая, что каждая игра будет такая, как бы от ножа. И в любом случае надо играть на результат. На результат изучать соперника, игру соперника и добиваться положительного результата. Субтитры создавал DimaTorzok